Нет поводов беспокоиться. Нацбанк опроверг информацию о резком снижении золотовалютных резервов, которое начало распространяться в социальных сетях. Главный финансовый орган страны озвучил точные данные о золотовалютных резервах. На 27 июля 2021 года размер золотовалютных резервов Национального банка составил 2,65 миллиарда долларов, что покрывает около шести месяцев импорта товаров и услуг при минимально рекомендуемых трех месяцах импорта. В последние несколько лет отмечается рост золотовалютных резервов страны. На конец 2019 года золотовалютные резервы составили 2,4 миллиарда долларов. На конец 2020 года 2,8 миллиарда долларов. По данным финансового регулятора в течение года может происходить как увеличение, так и уменьшение объема международных резервов. Это связано с изменениями курсов валют и ценно-драгоценные металлы. Поэтому динамику изменения золотовалютных резервов необходимо рассматривать, ориентируясь на годовые значения. И на объем золотовалютных резервов также влияют и операции по выплате внешнего долга страны, которые осуществляются в долларах США. И из-за изменений их стоимости, золото сегодня стоит 1800, если завтра будет стоить одна унция золота 1850, естественно у нас резервы повысятся. Отметим, что золотовалютный резерв, как спасательная подушка, в случае экономической нестабильности обеспечивает импорт товаров и услуг. На сегодняшний день объемов этого госрезерва хватит на 6 месяцев. Международные резервы считаются достаточными, если они покрывают 3 месяца импорта страны. Наши же резервы позволяют покрывать 6 месяцев импорта стоимости товаров и услуг будущих. Поэтому мы говорим, что на сегодняшний день Международные резервы Национального банка, они более чем достаточны для обеспечения макроэкономической стабильности и финансовой стабильности страны. Величие золотовалютного резерва про запас говорит о поступательном улучшении экономического климата, отмечают экономисты. В увеличении объемов официальных резервных активов положительно сказывается и активность на валютном рынке. В экономике, если есть активность, значит, круговорот быстрее движется и, соответственно, корзина больше пополняется. И, ну, сейчас, если, допустим, на 6 месяцев есть, это значит, что у нас экономика восстанавливается. У Национального банка есть право преимущественного выкупа золота от наших месторождений. Допустим, кумтор золота извлекает. Первым делом они должны предложить Национальному банку купить это золото. А это золото и резервные активы, они самые ликвидные, в случае чего их можно обменять на деньги или на товары. Поэтому Национальный банк как бы свою функцию выполняет корректно в данном случае. Они говорят о том, что у нас запасы достаточны и нет причин для паники. Финансовый регулятор на постоянной основе проводит мониторинг и оценивает экономическую ситуацию во внутренней и внешней среде. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий. Кундуз Кадатаева, Дженадиль Абубакир Оулу, ЛТР, Бишкек.